кафешка автобус автостанция и сергей павлович всем привет ну наконец-то здесь снилась наша мечта да по второму сплаву нас отговаривали говорили что будет дождь ветер ураган ну может быть так и будет короче не погода дуже-дуже хороша сегодня обещают сонячно и тепло и без витру промежуточное видео так сказать традиционное наше лакирование прошло успешно вот прошло оператора показать некоторые просто не верят что мы все это тащим на себе это човен это намет сверху черный это весло другий човен водочки и два наплечника рюкзака приблизительно лодка весит 25 килограмм рюкзаки по 40 килограмм плюс палатка плюс харчи ну десь 150 килограмм виходить короче где-то по 70 килограмм набрата ясно можно было бы еще добавить холодильник зил мы бы его тоже унесли это просто я к тому веду что не бойтесь большого веса мы можем не только женщин на руках носить мы можем носить еще и ясно но это видео снимается для незнайомки яка не верила что мы возим такие грузы да и и можем ее на руках понести вот такие вот не бойтесь не бойтесь выезжать не возитесь пройти нам тут недалеко там десь речка не знаю че вы побачьте так вы поверите мист вы надо не стоит на вот поближе как традиционно уже в следующий раз включимся завтрак у меня был на берегу днепр завтрак туристах ясно всем привет высадились мы на берегу горыни сейчас по заявкам телезрители мост коханья очень хорошая логистика выезд ревну 530 до доречки 20 кроков то есть очень удобно воде и очень приветный поклав нам речи правильно чтобы не заважали никому ну власне кажучи тут течея больше потужнейшая ниж на початку маршрута видно сразу по цьому витру немає тобто нам не будет перешкода бита вот ну и дорога будет проходит и он за ныне лис видно то мы до цего лису никогда не наблизимся он будет нас завжди на вестине и ось 300 400 метров так ну план 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 на пивнич так план на пивнич так план на пивнич поближе до до дубровиці до білоруси значит идемо 27 километрів звідси и доезжаемо до до моста на траса кузнецовск рівне ну и власне кажучи там наш маршрут не закінчиться там буде пересадка стадія цьогорічного маршруту закриття сезону сплаву 2017 року погода дуже хороша видалась нам кстати по поводу погоды многие смотрят на барометр несчастные люди да и говорят не едьте туда едьте туда там будет дождь будет все но я тебе скажу что погода вчера выплакалася вот мне казалось что погода не будет не будет вчера была агония и сегодня от у нас заспокоилась бачишь повно протилежность вчорашнему дню вчера був сильный витер дождь таки скоженный валин против меня а сегодня тут тепло навіть жарко честно кажуть я набрал кучу речей теплых шкодую ну ладно сера не шкодуй а вот там вдалене відомий всесвітньо відомий міст кохання вот я на него навел до сих пор не могу понять почему здесь нет толп туристов бы их просто не видно тут так далеко не но мы разрекламируем его потому что ну наши равенчане должны знать куда надо ездить закоханным не в клевань а сюди треба ездить да боже клевань уже приелся тот туннель блян попробуйте мост вам понравится ну берите сергей евгенович берите берите тост скажите тост ой заєднання с природою ну чтобы все было нормально пока шабаш витер був спину очки не чіплялся когда нибудь стук барабанов всех соберет нас в едино мы бросим заспанных мочалок в раю кухонной кислоты и в пожелочевшие стаканы седой еврей нальет нам пиво и мы из трубок как бывало поднимем карамыселом а дым какие пламенные строки ну шо ж вы спите капитаны скорей хватайте арки бузы и прекращайте ваши сны ну я все что это на востоке а вы все как-то на диване как перезрелые арбузы в кладовке заспанной жены на все шабаш пора по коням спускайте на воду диваны пусть плачут жены на причалах под забыванье дочерей бог даст ребята не потонем а черт не выдаст их дотянем и море нас не укачает из курса не забьет бары и там на севере гондаваны ну на воде у камала лжава пролива причалят к берегу диваны причалят словно корабли и в пожелочевшие стаканы сióдей тунгус ну Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Погодка шепчет Няка посмотрела на нас Прошли мост деревянный Успешно Будем искать стоянку Едем дальше Видим мост На мосту корова сохнет Мы корову хватить за хвост и под мост Пусть она помохнет Да, еще один деревянный мост Опасность прохождения в том, что Там, где вот эти деревянные срубы Могут лежать Всякие коряги И другие неприятные Вещи для этой лодочки Вот Но есть еще такое поверье, что Если загадать желание Проходя под мостом То он обязательно исполнится Так что Все, кто смотрит это видео У вас будет уникальная возможность Загадать желание Сейчас подойдем поближе Я включу камеру Так, проходим под мостом В принципе Задача Проходя такой мост Вообще не гребсти Ничего не делать Ну и загадать желание Естественно Обязательно сбойлиться Все, прошли Спокойненько В этом серый А, вот он Считается свежий пресс Ну вот такой был мост Столб Тупик Вот здесь заканчивается линия Электропередач И как видим Дальше она Никуда Не идет Вот такое Интересное Сооружение Для чего Непонятно Красотища 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok когда было делать нечего тяжело снять конечно игру ну поверьте играет короче не хуже покупного воблера кому интересно пишите расскажу как сделать ну Сергей Игоревич рассказывайте демо короче нежданно негаданно появляется мы прошли практически весь маршрут ось наш местный для кого мы мало дейти у него КАМАЗ зараз как раз еде мы прошли примерно 27 км но нам допомогла теча на каждую годину нам нужно добавить 3 км я традиционно покажу как мы выходим на поверхность такие нам выходы уже в первый раз легко кому интересно как на крутой берег забраться с двумя човнами пишите звоните и мы сразу раскроем секрет раскроем секрет ну и самое интересное рассказывайте мы нашли лис небо он поряд ну давай по ходу будем рассказывать бери рюкзак да пошли сразу и покажем туда занесем ну давай чтобы не точить рюкзак с этой как его с лодкой так рундук очень полезная вещь сказать будем снимать в реальном времени без всякого монтажа и сразу же выкладывать инстаграм погнали сейчас покажем что мы надыбали нахер 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 не бойтесь экспериментировать нам уже второй раз в жизни так везет что мы высаживаемся абсолютно незнакомом месте идем незнакомую сторону и попадаем на такие интересные места а сейчас мы покажем потом уже когда там высадимся там уже покажем более это наши следы здесь трешки есть только сети ставить ну вот мы сделали разведочку видите наша задача перебраться на тот берег там нас ждет смаженный шашлык радостный прием чай и коньяк мы в принципе сегодня додому поехали у нас два килограмма засмаженного мяса и два литра на выплату и коньяку ну так что давай уже переправимся какие два литра да ладно два уже что ты начинаешь так ну все перелезем тогда снимем куда мы высадились ну что дезонтирование прошло успешно даже есть стоянка древних людей ну а сейчас посмотрим как Серега будет выгребать так вот он наготовился сейчас попреблесим ага калибри вот такая старица там горынь сейчас мы будем оу хорошо ты не переживай что я не попал я понял не радуйте мясо с ММ сомни хах-хах сейчас он будет подплывать и я буду отталкивать лодку ногами ха-ха-ха-ха так ну как-то так в общем хорошее место дрова поляна кто хочет повторить наш маршрут спрашивайте мы вам все расскажем и покажем и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Где вообще 100 % поганки Ну только магазин не можно покупать Ну и теперь делаем hetl Делаем Beto Переключаем на Beto erh ahí надо было снять крышку У нас четыре датчика, вложим и чекаем. Можно пока не снимать, она в пару минут. Не, ну уже видно все, мы же тут на асфальте, сразу же оно росло, тут нормально. Ну, краще вот где она покрышит его. Ну, давай хотя бы минуту подождем. Ну, давай разломай его вот так. Давай, покрыши его. Ну, не надо крышить, просто так положим. Мы уже помнишь, говорили, что надо, чтобы очень близко было, чтобы эта частица не тяжелая, они далеко не летят. Ну, в данной ситуации, они уже долетели бы. Показник. Мы, когда меряли асфальт, то сразу же начало рости до 11. Подожди, ну хотя бы минутку подождем, но я все-таки хочу увидеть, что они радіоактивные, их нельзя есть. Ну, о, появились. 0,1. Ну, это в межах похибки, да. Подождем еще чуть-чуть. Не ешьте цих грибов в любом случае. Не рады бы ешьте цих грибов. Кроме радіоактивности, они могут подтягивать и тяжкие метали. Ну да, если они находятся возле дороги, там возле какой-то строки. Короче, я выключаю видео, если мы найдем что-то экстраординарное, то мы сделаем продолжение. Пока чистые грибы, можно есть, короче. Так что, ласково просим на полиции. Ну так решается проблема освещения на рыбалке. Удочка, пауэрбанк светящийся, рогатины, чтобы эта удочка не падала. Ну и все видно, в принципе. Случок дымит. Видно. Ну вот как-то так. Такое ноу-хау. Вставайте граф, рассвет уже полощится. Ну вот же послесловие. Сели мы на трассе возле базы Трещалы на автобус. Ровно в 16.00. Едем в Ровно. Доехали Сарны. В 18.00 будем в Ровно. Ну все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч, до новых путешествий на реке Горынь. Мы пройдем все реки. Пока. Д WHAT?! Не хочу, чтобы, пусть кто сможет подар